А, Б, В, Г, Д, ХИ! Как Здорово всем, дорогие друзья! Сегодня охуенный день. А любой день охуенный, когда я что, пожар? В частности, если это что-то сладкое, но допало к этому, это еще что-то необычное. И сегодня у меня будет как раз вот такое. Когда я увидел вот это в магазине, я просто-напросто охуел. То есть я вообще не еду, мол, что такое может существовать. Ну, по крайней мере, я лично такое никогда в жизни не ел, но я, по сути, много чего. Я большинство там в жизни не ел, потому что я нищен, нигде не работаю. Но сегодня ей действительно будет очень, а у нее выше продукт, потому что это будет... Блядь, а что это? Ну, как-то... Вот это ну-крекер с маком. То есть можете себе представить? Вот такой ну-крекер с маком. Вот так он выглядит. То есть вот такой ну-крекер с маком от очень известной компании Нуарошин. Я знала, что они там выпускают шоколадку на печенье, но лично ну-крекер я... Бля, возможно, это недавно начали выпускать, потому что вот такую яркую упаковку я бы сразу заметил. Ну, по крайней мере, я вот периодически покупаю... Ну, крекер, вот даже шоколадный, там у меня был на нем обзор. И есть там еще нуражный соленый. Ну, то есть классический это соленый. А что будет с маком? Я вообще впервые вижу. Ну, то есть упаковка вообще очень большая. То есть упаковка 180 грамм. Вот так она выглядит, ну-то есть. То есть, опять же, как любой продукт Рошен, упаковка очень стильная. То есть даже в сравнении с другими, ну, крекерами, которые даже там дороже стоили. Вот это я взял, кстати, за Сенат Зари, ну, кому интересно. Я сначала вообще не поверил вот этот ценник, потому что здесь 180 грамм, и упаковка, ну, то есть, в граммах там, да, могут сказать... Да, 180 грамм, это же вообще хуйня. Упаковка, посмотрите, какая широкая. То есть, да, там, за счет того, что они мелкие, но тем не менее, вообще упаковка очень объемная. И вот этим, я думаю, можно легко нарожаться, если с чаем. И за такие деньги это вообще... Даже если они, ну, будут там не очень на вкус, а я думаю, ну, такое, в принципе, невозможно, потому что у компании Нурошен можно очень редко что-то прям уебищное на вкус встретить. То есть у них, в принципе, все. На вкус охуенный. В общем, дорогие друзья, так, ну, блядь, состав я читать не буду, потому что это никому не интересно. Вот я просто, ну, покажу, вот, кто хочет прочитать. То есть, вот так выглядит состав. Состав, как и любого, ну, такого подобного продукта, как это называется, блядь, ну, кондитерские изделия. Ну, такой, объемный, потому что вот это нельзя там сделать чисто, например, насыпал муки там и насыпал сахаром. Там нужно еще, ну, расхрыхлитель, блядь, там, всякое-то там, ну, кислоты там, блядь, нахуй. Ну, блядь. А, не, хотя вот состав. Не, блядь, я думал, вот это все состав. Оказалось, состав лишь вот это. То есть состав достаточно маленький, значит, вполне можно назвать натуральным. То есть соль, мука там, блядь, масло солнечное, мак, ну, 3%. Хотелось бы, конечно, больше. Хотелось бы, чтобы в середине вот этого крекера вот так нового было. Ну, нет, это чисто нарисовано так. На самом деле, ну, мака вполне могли положить, чисто на отъебись. Ну, сейчас мы вот это и узнаем. То есть на совесть, либо же нет. Запах охуенный, да. И вот, кстати, вот этот запах мне напомнил, бля, может, я даже ел вот такой нокрекер, но если даже ел, то очень давно, потому что запах мне знакомый, то есть запах такого печенья с маком, а вот чисто с самого такое название, например, нокрекер с маком, я вообще не ел за свою сознательную жизнь. А сознательная жизнь, это там за сколько? То есть сколько лет, ну, ты уже начинаешь ощущать себя человеком, то есть там самодостаточным. Я не знаю, у меня такое пришло лет в 25, наверное. Соответственно, я их после 25 лет точно не ел. И так, вот так это все выглядит. То есть посмотрите, крекера, вот как и по ощущениям, ну, тактильным, очень много, очень много. И это, конечно же, очень охуенно, в частности для меня, потому что я сижу на диете. И вот, бля, здесь, ну, казалось бы, сажал, там, бля, на пол, ну, коровы, вот. А на самом деле это всего лишь 180 грамм. Соответственно, от ну вот такого количества невозможно, там, ну, разжиреть, стать скуфом. Соответственно, ну, респект от компании, ну, Рошен, а теперь давайте же попробуем на вкус. Так. Вот так это все выглядит. То есть видите, да? Ну, крекер такой на Авито очень охуенно. Я думал, молока будет меньше. То есть, ну, 3%. 3% оказалось вполне заебись. Вот видите? Крекер очень свежий. Очень свежий. С Дианей не очень свежий. Ну, все равно свежий. То есть срок хранения 1 год. Так что еще свежий. Вот так он выглядит, видите? Ну, какая-то там, не знаю, ну, елочка либо, но... Ммм! Ммм! Блядь! Я очень боялся того, что он, ну, будет соленый на вкус. Он оказался сладкий. Ну, ну, такой не прям сладкий, вот как печенье, там, как конфеты. Но главное, что не соленый. Потому что соленый крекер я вообще не люблю. Мне не нравится ничего, в принципе, соленого. Ммм! То есть, соленый ноу-крекер, его непривычно с чаем, ну, пить, например. А вот этот с чаем вообще забить пить. То есть, зачем вообще нужен соленый ноу-крекер, бля? Ну, хуй знает. Зачем его вообще придумали? То есть... Ну, крекер, это как-никак, ну, печенье. Это значит сладость. Вот это хоть и не сладкое, но... Это можно с началом отнести к сладкому. А вот соленый нихуя. Да, там есть люди, которые его любят. Но, опять же... Его нужно чем-то запивать. Вот здесь, кстати, странная, наверное, какая-то хуня нарисована. То есть, я сначала подумал, это... Ну, лук. Ну, нет, лук тут не чувствуется. В окусе и в составе его нету. Это, скорее всего, ну, типа... Вот это... Солонка, или как ее называется, бля? Ну, вот эта хуня с солью. Хотя, опять же, в составе, да, здесь есть соль. Но в окусе я не чувствую, то есть... Я, если бы я почувствовал во вкусе соль, я бы его так ебало скривил бы, типа... Бля, бля, хуня какая-то. А так нет, зависит, то есть, сладкий. Ммм. А вообще он, то есть... Даже обычному человеку, какой-то крекерам понравится с маком. А такому нищему нигде не работающему, как я, ну, тем более. Потому что его очень много. Цена, ну... Ну, по меркам 2023-го, я считаю, адекватно, ну, даже для меня, вот... 18 чем-то гривен, то есть... Да, там вот шоколадный новый крекер. Я, ну, брал по акции недавно, ну, тоже за 17, но без акции, вот, сейчас он стоит 20 чем-то там, ну, 24, по-моему. А вот этот... А этого обычная, ну, базовая цена, то есть, 8-я дырин. Это такие деньги вообще. Не, ну, может... Ну, конечно, там... Не знаю. Это тоже акционная цена, но забыли там написать, сколько он стоил до акции, но... Потому что даже... У меня, ну, такая цена вызывает подозрение. Как-то 18 гривен за такую большую упаковку. И тем более с маком. Ну, мак это ж не дешевый продукт. Ммм... Вообще зависит. То есть... Это продукт для обычных людей, для обычных... Ну, работяг. То есть... Ну, просто... С окустом, без... Ну, выебонов. В стиле минимализма. То есть... А что еще нужно? Вот какие-то там... Ну, ваши... Ну, пафосные вот эти печенья там, бля. За... С... 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 А вот это дешево и сердито. Вообще зависит. То есть... Никаких... У меня даже к нему претензий нету вот. Я бы оценил его в 9, ну, баллов вот. То есть... Да, хотелось бы, чтобы он чуть-чуть, ну, посладче был. Но даже в таком виде, вот в таком состоянии он охуенно находит. Ммм... В общем, дорогие друзья, я сейчас буду с чаем и продолжать пить. Кто-то живет в Украине, обязательно возьмите. Не пожалеете. Ммм... Бля. Вот видите, даже с полоси. В общем, дорогие друзья, было такое видео обзор на вот такой охуенный крекер с мак. Мне очень понравилось. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Ммм... До встречи в новых видео. Пока! Продолжение следует...